Приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Приветствую всех братьев, сестер, которые смотрят нас на левом берегу. Добро пожаловать в церковь Завета города Новосибирска. Добро пожаловать на богослужение. У нас нет, может быть, для кого-то, кто впервые пришел в наше собрание привычной атрибутики, икон, свечей, но мы веруем в живого Бога. Мы веруем в тому, что написано в Библии. И там написано, что если люди, верующие в Иисуса Христа, собираются вместе, то Он будет там посреди этих людей. И мы верим в это. Поэтому добро пожаловать на богослужение, на котором присутствует сам Бог. Реально, своим присутствием. И ты можешь не видеть Его, конечно, но ты можешь ощущать Его присутствие. Ты можешь переживать вот эти особенные отношения с Ним, потому что мы собрали здесь во имя Его, и Его слово верное. Он сказал, я буду там. Поэтому Он здесь, Он здесь с нами, Он там на левом берегу, Он везде, где ты смотришь сейчас нас через прямую трансляцию. И Он любит тебя. И у Него есть план для твоей жизни. И у Него есть слово. Прямо сегодня, каждому из вас. И пусть Бог благословит. Мне кажется, сегодня дьявол мне противостоял с самого утра. То одно, то другое. Какие-то неестественные просто события. И все раздражать вдруг начали. Ну, я, конечно, не раздражался. Почти. Наши христиан не так просто взять вот этими раздражениями, правда, то есть атаками вот этими дьявольскими. Кажется, так несправедливо, но мы укрываемся в Господе. Он наша защита. И поэтому мы не идем на поводу этих духов, которые пытаются нас там вывести из себя, или духов, или людей. Вот. И я верю, что Бог дал на самом деле серьезное достаточно слово к церкви. И, может быть, кому-то оно очень сильно не понравится. Но я верю, что Слово Божье, оно является стопроцентной истиной. И оно очень сбалансированное, Слово Божье. Поэтому, когда мы читаем Библию, когда мы вникаем в нее, когда мы стараемся вопрос не просто поверхностно посмотреть, но изучить его, то Бог открывает нам истину, которая освобождает. Иисус однажды сказал, обращаясь к большой аудитории иудеев, которые считали себя верующими, знающими Богом и Богом, и Он сказал, что кто, что если будете моими учениками, познаете истину, и истина сделает вас свободными. И вроде хорошее предложение, но мы знаем, что им как-то не понравилась эта истина, мне кажется. И они не считали себя рабами, и в конце мы видим, что они собрались вообще взять камни и побить, бросить просто на Иисуса и побить Его камнями. Убить человека, который принес им истину, который говорит, я хочу освободить вас. Я не хочу вас просто законтролировать, в рамки какие-то поставить. Я хочу освободить вас. Освободить вас от рабства греха. Освободить вас от рабства болезней. Но для этого вам надо принять истину, даже если она неудобная для вас. Слава Богу, что мы живем в цивилизованном мире, и сегодня у вас нет, я думаю, ни одного, ни одного камня. И через интернет пока что, во всяком случае, невозможно бросить. Так что, слава Богу, я чувствую себя в безопасности. И могу говорить истину Божью, и пусть Господь поможет принять истину каждому из нас. Аминь. Я хочу сказать всего три пункта в этой проповеди. И вот первое. Наш Бог, Он всемогущий. Наш Бог, Он любящий. Он сделал все для того, чтобы мы имели благо. Чтобы мы имели, причем не просто заслуженное благо, а чтобы мы имели благодать. Это значит незаслуженное благо, которое ты не заработал, не заслужил. Но Бог хочет просто дать, чтобы ты был счастливым человеком во имя Иисуса. Аминь. Когда мы только уверовали, точнее, я сначала уверовал. Я раньше, чем Света уверовал. На один день, правда, но все равно раньше. И вот я уверовал. И когда я уверовал, я понял, что Бог есть. И Света тогда лежала в положении на сохранении ребенка. И врачи сказали, что все просто отвратительно, плохо. И очень много разных там показаний было. И, знаете, все, что врачи могли говорить, это перечислять те проблемы, которые были. Но как избавиться от этих проблем, никто не мог сказать. И вот мы пришли с пастором Андреем туда в больницу. Это 25 лет назад. И мы помолились за Свету и ушли. А она попросила, чтобы ей сделали повторное УЗИ. Повторное, потому что перед этим уже делали и сказали все эти проблемы. И не обнаружили на этом повторном УЗИ ни одного отклонения. Мы пережили особенную благодать на себе в самом начале. Просто мощную благодать. Мы вышли из этой больницы. Буквально на следующий день ее отпустили. Совершенно незапланированно, непонятно. Как-то все вот так. Мы вышли и, помню, смотрели на небо. Ошарашенные тем, что есть Бог, который любит. Который может вот так в одно мгновение взять и освободить тебя от всех проблем. Это наш Бог. Он всемогущий. Это первое, что мы пережили на своей жизни. Он Бог. Он всемогущий. Он может. И Он за нас. Он любит нас. Интересно, если бы я вам дал сейчас микрофон. Я не сказал, что дам. И попросил бы, кто готов из вас сейчас, дорогие, поделиться тем, как в вашей жизни произошло исцеление. И кто из вас готов был бы выйти и сказать? Ух ты. Ну, почти половина зала, наверное, если не большая часть. И слава Богу, это истина. А те, кто еще, может быть, не пережил по каким-то причинам, или вы впервые, возможно, в этом собрании, обратите внимание, насколько много людей реально пережили в своей жизни эту Божью благодать, освободившись от болезней, исцелившись от болезней, где врачи просто не могли никак помочь. И мы верим в сверхъестественное исцеление. Мы верим в то, что наш Бог всемогущий, и Он может освободить нас от любой болезни. Исцелить абсолютно все. Для Него нет ничего невозможного. Когда Он ходил по земле и исцелял людей, то у людей даже мертвых воскрешал. Но вот следующее, что я хочу у вас спросить. Согласны ли вы со мной, что все болезни на этой земле – это результат грехов? Можете не отвечать сразу. Я понимаю, кто-то согласен сразу, кто-то сказал нет, просто, ну, плохая погода и так далее. Но давайте посмотрим в Эдемский сад. Если вы хотите посмотреть, каково оно в безгрешной жизни, посмотрите первую главу и вторую главу книги Бытие. И вы увидите, как там идет описание Эдемского сада. Как там идет описание жизни в Эдемском саду Адама с Евой, которые не имели греха. Там не было никакого греха. И вы не найдете там ни одной болезни. Вы не найдете там никакого насморка, никакой простуды. Там все было просто идеально, там было настолько потрясающе все, настолько все идеально, что ученые говорят, что для того, чтобы Каину убить Авеля, ему нужно было просто голову отрезать ему. Потому что ни в каком другом случае он бы не умер. Потому что самовосстанавливаемость организма настолько была высока, что невозможно было просто побить и убить. Настолько все было устроено просто круто Богом нашим для каждого из нас. Но потом мы знаем, что Адам согрешил. Он выбрал не послушаться Бога, и он согрешил. И после этого земля наполнилась грехами и болезнями. Итак, я вижу, что болезни – это результат непослушания человека. Я вижу, что болезни – это результат грехов человеческих. И когда мы читаем про Эдемский сад, мы все это можем видеть. И мы все согрешили. И поэтому неудивительно, что мы все болели. В этом нет ничего странного, потому что это результат нашей жизни порой, результат наших грехов. Но вот мы пришли к Господу и пережили на себе эту сверхъестественную, эту благодать. Незаслуженную. Незаслуженную нам надо было бы еще, наверное, болезни прибавить, потому что столько, сколько грешили мы против Бога, ни одной болезни не покрыть. Но мы знаем, что Иисус Христос согласился взять наше наказание за все наше непослушание на себя. Он согласился пролить свою святую кровь, чтобы дать нам эту благодать прощения, чтобы освободить нас от этих грехов и как результат освободить от болезней наших. И вот мы пришли к Господу. И мы пережили эту сверхъестественную благодать. И мы пережили эту мощную силу Божью и принятие с Его стороны. И Он сказал, я пришел не для того, чтобы осудить. Я пришел для того, чтобы спасти. Я пришел, чтобы освободить вас от грехов и от болезней ваших. Но у меня вопрос. Почему же все-таки христиане болеют? Если вот задать вам вопрос, и вы бы согласились ответить на него честно, кто из вас нуждается в каком-то вмешательстве врачей? Если бы была возможность у вас вылечиться, вы бы понимали, вам надо вылечиться от того или иного. Кто может честно сказать? То есть Бог сейчас смотрит, остальным не надо ничего. О, больше стало рук. Спасибо. Но на самом деле, реальность такова, что мы нуждаемся в исцелении. И если я вижу, где-то происходит какая-то конференция, и проповедник просит, когда сейчас говорит, что действует сила Божья, и для того, чтобы исцелить каждого человека, кто хочет выходить, и практически весь зал выходит. И я думаю, почему? Что-то не так, что-то не работает, что-то мы не понимаем, почему так происходит? Я хочу сегодня предложить вам некоторые ответы на эти вопросы. Мы знаем, что когда человек обращается к Богу, и он получает стопроцентное прощение. Кто так верит? Аминь. Если человек получает прощение со стороны Бога, значит, грех уже не может быть причиной этой болезни. Правда? Все. Грех прощен, значит, он уже не действует. Если Бог простил, значит, он выбросил, значит, он аннулировал это. Значит, ты можешь предстать перед Богом и сказать, Господи, и исцеление, пожалуйста, тоже. И оно должно прийти. И так происходит. И люди по всему миру сегодня исцеляются от просто каких-то особенных болезней, которые неизлечимы и болезни. Бог исцеляет, когда человек приходит к нему и кается. Но надо признать, что не все люди, которые выходят и произносят молитву покаяния, на самом деле каются, как я заметил. Если бы мы увидели некоторых людей так, как видит Бог, который видит каждого человека на всяком месте, и не только слышит то, что человек говорит, но даже то, что человек думает, и мы бы увидели некоторых людей, которые выходят из зала, после того, когда помолились, мы бы могли услышать точно секта какая-то вообще. Вообще непонятно. Музыка орет, а потом еще деньги стали собирать. Непонятно вообще, что здесь. Но этот человек только что говорил, Господи, прости меня. Что это было? Это лицемерие, это не покаяние. И такое покаяние, просто какие-то особенные какие-то слова, они Бога вообще не впечатляют. Аминь. Богу нужно сердце. И когда мы читаем в Библии, как человек приходил к Богу, к Иисусу Христу, который был в образе человека, тогда на земле, ходил пешком просто по земле, и когда мы видим людей, которые на самом деле поверили, что этот человек, он говорит не просто человеческие слова, Дух Божий, Бог говорит через этого человека. Этот человек, правда, представитель Бога. Они вели себя по-другому. Они готовы были три дня не есть, лишь бы послушать Иисуса Христа. Одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она сказала внутри, и если только прикоснусь к Нему, не важно, что говорят другие, не важно, что толпа такая, что нельзя пробиться никак, не важно, что я женщина, а там все мужики, они окружили просто плотным кольцом и не дают пройти, потому что толпа следовала за Иисусом. Не важно, что я считаюсь нечистой по закону, потому что кровотечение, не важно ничего, я готова умереть, но если только я прикоснусь к Иисусу, я получу свое исцеление. И вот эта вера, вот эта вера, и она прикоснулась, и она прям там получила исцеление. Друзья, причем Иисус даже не понимал, что это произошло, Он понимал, что что-то с Ним произошло, сила от Него вышла, Он даже не видел ее, Он даже не знал, что она прикасается к Нему. Он говорит, посмотрел вокруг, кто прикоснулся ко Мне? И одна женщина, и эта женщина, понимая, что не может скрыться, она говорит, это Я призналась, а Иисус говорит, молодец, вера твоя, она спасла тебя. Молодец! Понимаете? Вера впечатляет Бога, вера действует везде, всегда, две тысячи лет назад, сегодня, во веки веков, вера в Бога, она всегда будет действовать, она всегда будет творить чудеса, но настоящая вера. А другая женщина, серафиникиянка, так называемая, не из народа Божьего, она из язычников вообще. Иисус говорит, я не пришел к язычникам, я пришел, во-первых, вот к дому Божьему, к своим пришел, а она приступила и говорит, помилуй меня, помилуй меня, исцели дочь мою, исцели дочь мою. Иисус говорит, я не могу взять хлеб у детей и бросить псам. И она смиряется, и говорит, хорошо, но и псы, они ведь питаются крошками, которые падают со стол, господ их. Хорошо, я как собака, я признаю, я всяк в грехах. Один Бог знает, что она там до этого делала, и как она жила, она язычница, все эти обряды языческие. Он говорит, я заслужила этого, я признаю, но ведь и псы питаются крошками. Иисус говорит, молодец. И он поднимает это, и он говорит, это вера, иди, по вере твоей будет тебе. И исцелилась дочь ее. В тот же момент, понимаете, вера настоящая, она вот такая. Она не просто в каком-то слове красивом, не просто в молитве красивой, она в этом действии, в радикальном, в послушании Иисусу Христу. И она всегда работает. Поэтому, когда человек приходит с верой, я на своей жизни знаю, на жизни своей жены знаю, никто из врачей не мог нам тогда помочь. Никто. Они говорили, по всей видимости, вам надо просто сделать аборт и избавиться, иначе на вас, вам еще хуже будет. Проблемы у нее, проблемы у ребенка, через день после молитвы ее выписали, не без всякого отклонения вообще. А потом пришло время рожать, и мы шли, я помню просто, шли, она говорит, живот что-то заболел. И я говорю, да вон троллейбус, побежали сейчас это, догоним быстренько. И вот мы бежим, она вот бежит. Я говорю, да быстрее, что ты, а то троллейбус же уйдет, проблема такая. В общем, заскочили, она говорит, еще болит. Вот доходим мы до больницы, выбегает женщина, как-то, видать, она поняла, что происходит, и говорит, да вы что, срочно, воды, значит, уже отошли. Бегом ее увезли, через полчаса она родила. Когда она уходила, она говорит, здоровую девочку родила, Анютка, 24 года сейчас, слава Богу. Да, и у нее уже тоже родился сыночек прекрасный, Егорчик. И Света говорит, я без болезней буду рожать. Я буду рожать без боли. Ну, я тогда вообще даже, честно говоря, не обратил на это внимания. Я был молодой человек, я не сильно-то разбирался в этом. Я думаю, ну да, конечно, так и надо. То есть рожай, молодец. Конечно, без боли. Рожать надо без боли, это все же понятно. Мы верим в Иисуса. Ну, мы были наивные, просто искренне верующие. А потом третью дочь, мы вместе рожали. И Света так странно себя вела там. И я думал, Господи, я сам готов родить. Как ей помочь? Потому что было больно, потому что было трудно. Поэтому тогда я вспомнил, я думаю, да, это было чудо. Тогда первый раз это было чудо. И явно, потому что она реально родила, она утверждает, говорит, я без боли родила? За полчаса, быстренько так по пути. И все нормально. Слава Богу. Да, наш Бог все могущий. Он может абсолютно все. настоящая вера действует всегда и везде. Но, что происходит потом? Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 14 стих. И здесь написано, что человек один лежал в купальне в этой Вефезда. И Иисус пришел туда и увидел, что он долгое время, узнал, что он долгое время уже там лежит. И он подошел к нему и говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, хочу, но никто не может меня вот к этому источнику привести. И там источник такой исцеляющий был, потому что ангел иногда приходил туда и возмущал воду. И первый человек, который оказывался в этой воде, получал любое исцеление от любой болезни. И этот человек, а он не ходячий совсем, и он пока до пол, доползет, уже кто-то первый вошел, получил исцеление, а он уже не может. И вот он пожаловался Иисусу, и Иисус его исцеляет прямо там. Он говорит, ты веришь? Верю. Исцеляет прямо там. Он говорит, бери постель свою, поднимайся и иди. Он взял, поверил, взял постель и пошел. Исцеленный полностью, счастливый, радостный. Потом на него там гонение иудеи устроили, потому что в субботу, видите, шли исцеление произошло. В субботу нельзя ничего делать, по закону было. И вот они такое, вот такое мышление у них было. А Иисус потом находит его и говорит, и вот что Иисус ему говорит, вот что произошло потом. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Дорогие, если я правильно понимаю, то Иисус говорит, что я тебя исцелил, я тебя спас, но если ты будешь грешить, ты не то что заболеешь, ты еще хуже можешь заболеть. Вы видите в это? Я не верю. Я не верю в такое учение, когда люди говорят, в любом состоянии, в любое время, Бог просто хочет тебя исцелять. Эта благодать действует, как хочет. Покажите мне, где это, хоть в одной точке земного шара. Где такая теория работает? Она работает, только впечатляя людей, которые верят и хотят, не прилагая никакого усилия, не желая освобождаться от грехов, просто хотят получить что-то от Бога. Друзья, Бог видит сердце. И когда Он исцелил этого человека, Он сказал, иди, но не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Я думаю, это переходный момент такой, понимаете? Бог нас принимает с мира, такие, какие мы есть, не разбираясь в грехах наших, просто исцеляя, просто прощая нам все грехи. Но по всей видимости, у Него другое отношение появляется к человеку, который пережил на себе силу Божью, который пережил на себе откровение от Бога, который узнал истину, но потом идет и продолжает грешить. Я вижу, что Иисус по-другому как-то начинает относиться к такому человеку. Он говорит, что с тобой может случиться чего хуже. Еще одно место Писания я вам прочитаю, Евангелие от Иоанна, теперь 8 глава, 11 стих. Вы помните, там эти люди притащили блудницу, женщину, и бросили к ногам Иисуса, желая осудить ее и побить камнями, и просили, чтобы Он вынес этот приговор. Иисус сказал, кто первый без греха, брось в нее камень, и никто не бросил, осуждаемый совестью, и все разошлись. Он спас эту женщину. И потом говорит, и я не сужу тебя. И сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди, но добавил, но впредь не греши. Иди, я освобождаю тебя, но впредь не греши. Вот что я хочу сказать в этом втором пункте этой проповеди, друзья. Грех и болезни нельзя разделить. То есть нельзя сказать, Господи, я хочу быть здоровым всегда, но ничего не делая со своей жизнью, но продолжая грешить. Но оставаясь в позиции бунта против Бога в этом плане. Нельзя разделять грех и болезни. Болезнь это результат греха, это последствия греха. Если ты получил от Бога эту благодать, не осудил тебе Бог, если бы Он осудил, если бы Бог захотел осудить, то мы бы шага не смогли сделать в обе сторону. Но Он не осудил нас, Он принял нас. Но Он принял нас, чтобы мы получили свободу от грехов и от болезней. Не только от болезней, не только для того, чтобы просто хорошо себя чувствовать, но и от грехов. Вы думаете, может быть, кто-то сомневается, я вам хочу показать еще одно местописание. Бытие, 3 глава, 22 стих. Бытие, 3 глава, 22 стих. Вы помните, Адам согрешил. И сказал Бог, Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер, не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Бог при сотворении неба и земли сотворил этот Эдемский сад, произрастил там все, и прямо посредине поставил дерево жизни, предлагая человеку жизнь вечную. Это задумка Бога, чтобы каждый из нас жил вечно вместе с Ним. И Он сказал, кушай, питайся этой жизнью, и будешь жить вечно. Но как только Адам согрешил, как только Адам выбрал не послушаться Бога, Бог сказал, Он не может больше вкусить от дерева жизни. Пожалуйста, поставьте там ангела с мечом обращающимся. И там был поставлен ангел у входа в Эдемский сад. И Адам с Евой были выдворены из этого Эдемского сада. И вот она причина. Если я правильно опять же читаю, послушайте то, что здесь написано. И теперь как бы не простер Он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Вы знаете, болезнь – это это же представитель смерти. Болезнь – представитель смерти. Болезнь – она для того, чтобы что-то разрушить в организме, что-то нарушить. Она для того, чтобы остановить жизнь. Болезнь – она для того, чтобы ограничить жизнь. Понимаете, болезнь ограничивает грешную жизнь. Если ты хочешь исцелиться от болезни, но при этом продолжать грешить, то это нереально. Тогда нужно будет просто придумывать красивые проповеди о такой благодати, которая не обращает внимания на все это. Знаете, кто так будет проповедовать, друзья? Однажды придет подделка Христа, и он будет впечатлять весь мир своими чудесами, огонь с неба, исцеление каждому, каждому все, что он хочет. И там в его учении не будет стоять акцента на святую жизнь. Без разницы, как ты живешь. Там будет стоять акцент, чтобы ты признал его Богом, чтобы ты поклонился ему. Он будет впечатлять, он будет делать что-то, он как-то будет помогать. Сегодня, опять же, не то время, но можно предположить, как это будет происходить. Мы живем в последнее время, очень скоро эти события будут разворачиваться с неимоверной скоростью. И придет, и воссядет на святом святых, как написано, этот человек греха, который назовет себя Богом, который провозгласит себя Богом, и ему все поклонятся. Почему? Он будет впечатлять всех чудесами, знамениями. Он найдет способ, чтобы исцелять людей. И там, и там, и там, повсюду будут звучать эти свидетельства. И никому не надо будет менять образ жизни. Никому не надо будет становиться святее, очищаться, молиться. Все, что нужно будет, признай его Богом. Я вижу, что это не библейское учение. Там, где разделяется грех и болезнь. Там, где проповедуется, что ты можешь получить всегда просто исцеление, независимо от твоей жизни. Я вижу, что это одно. Одно вытекает из другого. И вот, что написано в первом послании Коринфянам в 11 главе, 28, 28, с 28 стиха. «Да испытывает же себя человек». Вот оно учение Иисуса Христа. «Да испытывает же себя человек». И таким образом, пусть ест от хлеба сего, речь идет о хлебопреломлении. «И пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, не от дьявола, чтобы не быть осужденными с этим миром однажды в вечности. Чтобы не попасть в это озеро огненное, Бог предусмотрел наказание для каждого, кто отворачивается в сторону, для каждого, кто продолжает упорствовать в этом грехе. Бог наказывает, друзья, я рискну сказать так, как я читаю, так, как я вижу. Если вы считаете по-другому, увидьте это, пожалуйста, объясните. Но здесь написано, что оттого, то есть из-за грехов, многие из вас немощны и больны и немало умирают. Это так? И дальше написано, что это наказание от Господа. Так или нет? Как же мы можем разделить это? Это учение Иисуса Христа. Он никогда не хотел, чтобы человек был здоровый, чтобы у человека было все хорошо, и он продолжал грешить. Однажды в Эдемском саду Бог противостоял этому. Он говорит, как бы Адам сейчас не стал жить здоровым и счастливым вечно, в грехах. Грех никогда не даст счастья. Это был обман, которому поддался Адам с Евой. Если бы Бог позволил, чтобы Адам взял с дерева жизни, то грех увековечился бы. Грех, который имеет страшную разрушительную силу убивать каждого человека и его предназначение, чтобы украсть, убить и погубить. Если бы он увековечился, ни у кого не было бы шанса потом на святую вечную жизнь. Поэтому Бог этому противостоял и отправил Адама. Поэтому здесь написано, что если человек упорствует в грехе, Бог вынужден наказывать, и в результате кто-то может заболеть. Иакова, 5 глава, 14 стих. болен болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он сделал грехи простятся ему, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. для чего? Чтобы исцелиться. Опять это прямая зависимость, это прямая связь. Мы иногда так устаем от этих болезней, мы как бы ненавидим болезнь, мы говорим Бог, ненавижу болезнь, проклинаю болезнь, убирайся болезнь, дух болезни вон из меня во имя Иисуса. Но мы совсем не ненавидим грех. Сегодня кому-то слово, тебе надо возненавидеть не только болезнь, но тебе одновременно надо возненавидеть грех. Написано, не буду сейчас быстро просто скажу, процитирую, написано, что блудник грешит как? Против собственного тела. Кому-то сегодня слово, тебе надо возненавидеть не только болезнь, но одновременно тебе надо возненавидеть блуд. Кому-то надо возненавидеть не только болезнь, но возненавидеть ложь. Кому-то надо возненавидеть не только болезнь, но противостоять какой-то нечистоте в своей жизни. Возненавидеть что-то неправильное в своей жизни. Я молюсь, чтобы Дух Божий осветил, чтобы Дух Божий в это время осветил каждого, кто здесь, кто смотрит. Чтобы Дух Божий помог очиститься, противостоять не только болезни, но противостоять греху во имя Иисуса Христа. И Он дал нам все необходимое, чтобы мы могли это сделать. И здесь написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров в церкви. Дорогие, Бог приготовил для нас в церкви исцеление. Аминь. Но Он хочет, чтобы сердце открывалось при этом. Чтобы были не просто провозглашения, я верю, что болезнь уходит. И где это? Я вижу здесь. Это только одна часть. Это важная часть. Надо противостоять болезни. Но прежде надо смириться перед Богом, написано. Смиритесь перед Богом, а потом противостаньте дьяволу и убежит. Противостоя дьяволу, противостоя болезни, но не смиряясь перед Богом, дьявол никуда не убегает. Болезнь никуда не уходит. Смиритесь перед Богом, отрекитесь от всякого греха, исповедуйте всякий грех, очистите свои сердца, и вы увидите славу Божью. Откройте свое сердце, исповедуйте свой грех, и вы увидите, как Бог подтвердит свое слово. Потому что здесь написано, что молитва веры исцелит болящего любого. Аминь. И восставит его Господь. И если ты сделал грехи, Бог хочет не осудить, Он хочет спасти тебя от этих грехов. И если соделал грехи, простятся ему. Аллилуйя. Это так здорово. Еще одно место прочитаю вам. И здесь это первое послание Тимофею. Апостол Павел пишет своему ученику, духовному сыну, в 5 главе, с 23 стиха. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Апостол Павел наставляет Тимофея и говорит «пей не одну воду, но употребляй такой антисептик». Употребляй вот это вот, знаете, тогда это вино использовалось как такой напиток, чтобы убить эти микробы. Там историки говорят, что в том месте, где жил Тимофей, тогда вода была просто отвратительная. И было очень много болезней, связанных с желудком и вот это все прочее. Апостол Павел наставляет его и говорит «пей не одну воду, употребляй это». «Как бы очищай свой организм, заботься о своем организме». И тут же добавляет «грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Я не знаю, нет откровения, что имел в виду апостол Павел, но я думаю, что он намекал Тимофею «брат мой, посмотри, у тебя все в порядке». Не является ли твоя болезнь причиной твоих грехов? Может быть тебе надо исповедоваться и очиститься? Не знаю, может быть так, может быть нет. Но здесь я вижу еще одну мысль. Это то, что надо заботиться о своем организме. Сегодня тоже я слышу некоторые учения, которые считаю совершенно не библейские, когда говорят «ты верь и ты не можешь обратиться к врачам». Почему? Если у вас вы ездите на автомобиле, скажите, вы заботитесь о том, чтобы автомобиль был исправный? Плохо ли то, что автомобилист, водитель периодически в свое время проходит диагностику? Проводит диагностику автомобиля и обслуживает, техническое обслуживание производит свое время? Напротив, мы скажем, ну здравый человек, здравый водитель, вовремя видит проблему, убирает ее, исправляет все. Почему же мы смотрим так на свой организм? Почему мы считаем, что мы не можем позаботиться о своем организме? Ведь это так правильно. Ведь это так правильно заботиться о чем? Не просто о машине какой-то. Позаботиться о том, что называется храмом Божьим. И вы знаете, что есть место Писания, где написано 1 Постание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Апостол Павел передает привет и в Послании Колоссянам, и говорит, приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Дорогие, есть место, всему свое место есть. Истина, она не узкая, она полноценная. Истина, это когда ты видишь и одну сторону, и другую сторону. И я не вижу в Библии, чтобы вера противостояла вот этому порядку или заботе, когда ты заботишься о том, что у тебя есть, чтобы это было все в порядке. Я вижу, напротив, что вера в Бога, она побуждает, чтобы все в твоей жизни было в порядке. И если ты понимаешь, что тебе надо все сохранять в порядке, то прежде всего, это тот храм, в который Бог доверил тебе. Это твое тело, в которое Он пришел, чтобы жить там. Аминь. Поэтому это нормально, если мы проходим диагностику, как автомобили проводим диагностику, так, свой автомобиль, если мы смотрим, все ли у нас в порядке, если мы приходим к врачам и просим, чтобы обследовали нас, если что-то не так, и мы можем поправить, подлечиться, почему нет? Где это написано, что Библия противостоит этому? Нет, друзья, другое дело, что все, что мы делаем, так это касается не только заботе об организме, это касается воспитания детей, это касается работе где-то у себя на работе. Все, что мы делаем, мы должны делать с Господом. Мы абсолютно все должны делать с Господом. И к врачам идти с Господом, и прежде чем вообще понять, как позаботиться о своем организме, молиться должны, ожидать чуда Божьего в любой момент. Но это не значит, что совершенно не надо заботиться о своем организме. Не надо противопоставлять эти хорошие понятия. В Послании к Колоссянам во второй главе написано, что это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. Небрежение – это безответственное отношение к своему телу. Вы, может быть, скажете, что это не так важно, но Бог говорит, если ты неверен в малом, кто даст тебе большее? Если ты неверен во временном теле, которое ты имеешь здесь на земле, почему ты думаешь, что Бог даст тебе какое-то крутое тело там на небе, если ты не мог позаботиться и не собирался даже заботиться, и пренебрегал своим телом? Дорогие, давайте подведем итог. Наш Бог всемогущий. Он любящий. Он готов прийти, исцелить и освободить от любой болезни. Но второе – нам нельзя разделять грех и болезнь. Если ты ненавидишь болезнь, то возненавидь и грех, чтобы освободиться от этой болезни. Аминь. И третье – давайте хранить свой храм, который доверил нам Бог. Давайте заботиться о своем теле, давайте проводить диагностику, смотреть то, что можно поправить, и пусть Бог благословит каждого крепким здоровьем, святой жизнью и присутствием великого, всемогущего Бога. Аминь. Давайте воздадим Богу славу и благодарность за эту удивительную... Субтитры создавал DimaTorzok